Приветствуем хейтеров Катаболизма! Это очередной выпуск Железного ТОП-5, в котором вы определяете пятерку лучших. Сегодня мы узнаем, кто из владельцев титула Мистер Олимпия имел лучшую форму. Для начала пару слов о самом шоу. Мистер Олимпия – самое значимое событие по бодибилдингу, проводимое Федерацией IFBB. Первая Олимпия состоялась в 65-м году в Бруклинской Академии Музыки Нью-Йорка. И с того момента каждый год дает возможность атлетам со всего мира побороться за право называть себя лучшим. Название шоу Мистер Олимпия было выбрано Джо Вейдером в процессе обсуждения мероприятия с Ларри Скоттом. Они мирно попивали за ЗОЖ пивко Олимпия Бир, и название пива показалось неплохим названием для будущего шоу. Тем более, что с этим словом также связаны Олимпийские игры – самые важные спортивные соревнования. На первом соревновании было всего три участника. Победителем первого конкурса был Ларри Скотт. И теперь, с каждым годом, учитывая лояльность набора квалификационных очков, участников становится все больше. И вместе с участниками растет и призовой фонд. Итак, за 49 лет существования шоу чемпионами становились 13 человек. Пятерку лучших определили вы. Начнем называть победителей. Пятое место железного ТОП-5. Джей Катлер. Четырехкратный обладатель титула Мистер О. Свою лучшую форму и, как следствие, главное достижение – титул Мистер Олимпия – получил в 2006 году, где не позволил Ронни Колману в очередной раз защитить свой титул. Свою победу в 2006 году Джей видел уже заранее. На собственном веб-сайте он написал, что выиграет на Олимпии, а его имя навсегда войдет в историю. Так и получилось. Прервать господство короля Ронни многого стоило. Джей – фактически единственный атлет, кто мог конкурировать с прошлым владельцем титула в массе. Джей Катлер – также единственный атлет, который смог вернуть себе титул после поражения. В 2008 году Декстер Джексон не дает возможности Джейу продолжить серию побед, но уже в следующем году Джей возвращает лидерство. По количеству собранных статуэток Сандова, Джей Катлер занимает пятое место из 13. На четвертом месте железного ТОП-5 еще один американский бодибилдер Фрэнк Зейн. Трехкратный обладатель титула Мистер Олимпия представил свою лучшую форму в 1980 году. На той самой скандальной Олимпии, где Фрэнк занял третье место, уступив второму в одну очко. Все свои титулы Мистер Олимпия Фрэнк выигрывал в категории до 200 фунтов и уже потом в абсолютке громил супертяжей. По соотношению вес-рост, Зейн – единственный атлет в истории Олимпии, кто имел колоссальную разницу в массе по сравнению с атлетами за 200 фунтов, и обыгрывал их. В последней своей Олимпии не было привычной ему категории до 200, и, возможно, это сказалось на общем результате в итоге. Фрэнк Зейн делит шестое место по количеству завоеванных титулов Мистер Олимпия с Филом Хитом и Серхио Олива. Третье место нашего топа – Фил Хит. Американский бодибилдер, действующий Мистер Олимпия и трехкратный обладатель этого титула. Представил свою лучшую форму на Олимпии 2013 года. Самым важным своим событием считает победу на Олимпии 2011 года, где победил своего хорошего друга и наставника Джея Катлера, который участвовал с травмированным бицепсом, из-за чего солидно потерял в очках. Фил Хит считается наиболее прогрессивным современным бодибилдером, за что и получил свой псевдоним Дэ Кифт. В то же время Хита нельзя выделить как стопроцентного фаворита, в отличие от таких атлетов, как, например, Ронни Колман, которому на большинстве Олимпий было трудно найти конкурента. Фила Хита уже который год подряд преследует Кай Грин, не сильно отстающий в результатах атлет, и каждый год фанаты в ожидании, кто будет лучше и на сколько будет справедливо судейство. Действующий чемпион планирует отстоять титул уже совсем скоро на очередной Олимпии. А пока занимает шестое место по количеству статуэток Сандова и третье место нашего топа. На втором месте железного топ-5 Ронни Колман. Американский бодибилдер, восьмикратный обладатель титула Мистер Олимпия, свою лучшую форму имел в период с 1997 по 1999 год. Ронни Колман установил рекорд по количеству побед в Федерации АФББ. 26 побед, на 4 больше, чем у Винса Тейлора, предыдущего рекордсмена. Ронни также делит первое место по количеству завоеванных титулов Мистер Олимпия с Ли Хейни. В доме Ронни Колмана есть целая комната, оборудованная под музей достижений. На многих выступлениях Ронни выигрывал с огромным перевесом. Своему главному конкуренту последних лет восьмикратный чемпион проиграл в 2006 году. По неофициальным данным, от судейства просочился слух, что присуждение титула Катлеру было запланировано. Мол, длительное господство одного и того же атлета снижает интерес к шоу. В любом случае, этот американский атлет еще долгие годы будет поражать современников своей формой. Пришло время объявить победителя. Уже не в первый раз этот атлет, родом из Австрии, признается вами как лучший в нашем топе. И на этот раз, как обладатель лучшей формы среди обладателей титула Мистер Олимпия. Арнольд Шварценеггер, представитель золотой эры бодибилдинга. Сказать, когда была представлена лучшая форма, сложно. Фанаты часто обсуждают противостояние 1974 года с Коломбо, где якобы и представлена лучшая форма Арни. Титул Мистер Олимпия Арнольд выигрывал семь раз. Последний раз, как уже говорилось ранее, был очень спорный. На этой Олимпии впервые доносили свисты из зала в адрес Шварценеггера. Но тем не менее, это единственный случай, когда после столь длительного отдыха удается вновь завоевать титул с уже новыми фаворитами. Арни занимает второе место по количеству завоеванных титулов Мистер Олимпия и первое место в нашем железном топ-5.